Всем привет! С вами Сан Саныч Боговолов и это новое видео «Один день из моей загородной жизни». Загородным мы живем уже один год и три месяца. В этом видео я постараюсь раскрыть все плюсы и минусы загородной жизни. Расскажу, что бы я добавил в этот дом, если бы строил его заново. Что бы убрал, что бы вообще никогда не делал. Расскажу, сколько у нас уходит денег на отопление, задержание загородного дома. Покажу вам нашу купель, как преобразился наш участок. Свой маленький мини-огород. В этом видео я обязательно расскажу про свою майнинг-ферму. Видите, за спиной у меня стоят коробки от комплектух. Процессор Ryzen 9. Вот эти, кстати, не пригодились. Расскажу в этом видео, почему вот эти M2 не пригодились. Только 1-2 терабайт не пригодился. В общем, все эти комплектующие я заказал с Амазона через бандерольку. С бандеролькой я уже давно работаю. Всегда доставляют в срок. Кстати, друзья, 4 июля в США пройдет грандиозная распродажа в честь Дня Независимости Америки. Так называемая летняя черная пятница. За несколько дней начнутся грандиозные распродажи во многих магазинах. Я себе думаю еще присмотреть жестких дисков. Вот у меня последние 2-5 терабайтника осталось. Я уже все свои жесткие диски забил. Сейчас еще идет 5 на 8 терабайт дисков. Думаю еще закупить штук 5 или 10. Смотря какая распродажа будет. Но вообще команда бандерольки уже позаботилась о вас. Собрала каталог лучших магазинов США, которые принимают участие в этой распродаже. Друзья, если вы раньше не пользовались бандеролькой, рекомендую. Все интуитивно понятно. Но сейчас покажу на пальцах. Первое. Регистрируешься на сайте и получаешь личный адрес. Второе. Используешь адрес для покупок. Третье. Собираешь все покупки в одну коробку и отправляешь к себе домой. Все легко и просто. Четвертое. Если боишься покупать самостоятельно, то есть удобная услуга помощь при покупке. Отправляешь операторам бандерольки ссылку на товар. Все сделают за вас. Переходите по ссылке в описании. Регистрируйтесь в бандерольки. И не пропустите грандиозную распродажу. Используйте купон еврей и получите 7% скидки на первую отправку. Так что друзья, все ссылки на сервис бандеролька я оставлю в описании. Переходите, чекайте, пользуйтесь. На здоровье и хороших вам покупок. Ну а мы начинаем. Давайте я быстро вам покажу свою ферму. Катеринская плата у меня Aorus Master. X570, да, подсокет AM4. Отлично. Камень. Вот он у нас. Камушек. Ryzen 5950. В конце еще по ценам скажу. Сколько это в России стоит, сколько мне вышло. М2. 2 терабайта. Corsair. MP600, очень живучий. Ага, DDR4, G-Skill. Оперативка. 2 по 32. Еще надо 2 таких докупить по 32. Это Евго Голдовый 850. Чуть-чуть запасом взял, потому что потом в будущем хочу сюда, если ферма Чия не выгорит, сделать это просто офигенной рабочей лошадкой. А пока вот эту вот видеокарту. Откроем, посмотрим. Ну, я думаю, весь процесс, как я что, куда вставляю, вам зачем это смотреть? Просто вот сейчас... А, да, это жестак. 6 терабайтный. Что, тоже барракуда 6 терабайтники, что ли? Ага, ага, это Seagate. Уже 8 терабайт. Раз. Такая коробка большая. Ну, нафиг. Был бы без коробки, взял бы без коробки еще дешевле. Тут вот, пустая просто коробка. Ничего нету в этой коробке. Кроме камня и наклеечки к камню. Madden Chain. 59,50, да? Хороший, хороший камушек, но Trade Reaper еще мощнее. Ну, он нафиг мне не нужен. Так, камушек положили. Ого, нифига оперативка. Я помню, моя первая оперативная память у меня было 256 оперативки. Вот так вот. С ребрами охлаждения. Ё-моё. Так, давайте сейчас быстренько сначала материночку соберем. Камень воткнем. Оперативочки. Ryzen 59,50. В России такой на тот момент, когда я его брал, стоил под 80, наверное, тысяч. Может, 78. Я его взял порядка где-то 60-61. Вот этот Corsair. Это я в России брал. Потому что сначала я с Amazon заказал воздушное охлаждение. Но Proz грелся до 90. Хотя он может и 95. То есть его рабочая температура до 95. Это нормально. Но мне такие температурные показатели не понравились. Я вот себе взял за 14 тысяч рублей вот эту вот штуку. Водяное охлаждение. Вот эту вот я штуку купил на Авито за 1200. Хотя цена красная ему 500 рублей. Но мне нужно было типа здесь и сейчас. Я написал в Авито чуваку, который рядом со мной живет. Он говорит, да, с работы буду уходить. Походу он его с работы срезал. Вот сама моя сейчас майнинг-ферма. Здесь у меня 73 плота. 73, 72, 73, 46. Два плота. Короче, плотится. На этом камне с этой оперативкой за сутки я порядка 45 плотов, наверное, сею. Примерно так. По поводу денег попозже скажу, сколько они приносят. Так. Вот корпус. Кстати, корпус я этот покупал не на Амазоне. Корпус я этот взял. Компьютер-юниверс есть такой магазин немецкий. Корсейр корпус. Я его взял. Он немножко бэушный. Типа вскрыли, проверили, не понравилось, а он в магазин. Его обратно отдали. Обошелся он мне что-то то ли в 120 евро. 120 евро, да, обошелся. Вот у меня стоит раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть жестоков. Видеокарта самая обычная. GeForce 250. Мне она нужна только, чтобы включился монитор. Вот. Вон оперативочка светится. Две планки, каждая по 32. А вот, ага, хорошо. А вот рядом светится, ребят, водяное охлаждение. Я кулеров себе набрал, думал, буду охлаждать. Но мне хватает этого водяного охлаждения. Кстати, материнская плата мне очень нравится. Она прям кайфовая. У нее два биуса. Свернуть ей шею практически невозможно. Это вот вывод под этот, под Wi-Fi. Вот так вот. Корпус хороший. Сейчас вам покажу. Вот сейчас у меня идет майнинг на полную мощь. Температуру... Сейчас, сфокусируется. На полную мощь идет майнинг. Температура вот 65 градусов, 63. Короче, когда в два потока плотчу, то до 65 добивается. Что это, сын, у нас такое? А вот это вот что такое? Дебук. Дебук. Запустил еще один плоттер. Специально скрыл, чтобы не спалить вам свой приватный ключ. А то мало ли. Тут хайкеры есть какие-нибудь. Сейчас посмотрим, что температура. Сейчас до 70, наверное, прыгнет. Не-не-не, вообще холодно. А, кстати, друзья, у меня еще вот радостное событие. Я пока еще не повесил. Покажу вам. Я место пока я не нашел. Смотрите, что мне не так давно пришло. Обещал показать. Вот, вот, вот она. Моя любимая, моя родимая золотая кнопочка. Вот такая вот она. Огромная. Она, конечно, больше, чем серебряная. Никогда не мог поверить, что у меня когда-нибудь золотая кнопка. Помню, смотрел Юрия Хованского, когда он золотую кнопку получил. Думаю, да это просто практически нереально сделать. А нет, вот она у меня сейчас золотая кнопка. Так, ну что, температура, температура идет. Короче, друзья, вот она моя майнинг-ферма. Можно было, конечно, не брать этот корпус красивый. Просто сделать стойку и там накидать жестких дисков. Но я хотел культурно все оккультурить. Если не выгорит этот майнинг Чиа, я, кстати, майню Чиа. Если он не выгорит, это у меня будет хорошая рабочая лошадка. Сюда только видюху воткнуть, мощную, и все будет. По поводу денег, сколько? Вот буквально, я где-то, наверное, дня 4, дней 5, может быть, а так активно занимаюсь плотингом. У меня за это время 15 долларов заработалось. Но я еще хочу докупить еще терабайт 50. Но это с учетом, что Чиа сейчас вообще на дне. Это вот наша основная комната. Здесь ничего не изменилось. Ребенок сейчас спать пошел. Вот пылесос, он играет в пылесос. Ему очень нравится с пылесосами почему-то играть. Клавиатуру у меня отобрал. Нравится мне вот эта вот штука. Хорошим решением было поставить тепловые насосы. Расскажу попозже, почему. Пойдемте на улицу. Вот, смотрите, что мы сделали здесь еще. Красоту какую. Вот так на лестнице, поняли, да? По красоте все сделали. Смотрите, в тени сейчас 32,7. Жарко-жарко. Вон там вот клубника. Сейчас надо будет ее попозже чуть собрать. Есть один минус в загородной жизни. Существенно. Косить траву. Но я думаю, уже робота, наверное, купить надо. Посмотрите, кальянчик стоит у нас. Сегодня вечером будем досматривать великого Гэтсби. Забью кальян. Так, что тут? Кто вывернул это все? Вот, кстати, Баккар. Вот их инстаграм, вконтакте, телефон. Это кальянные смеси, друзья. Это кальянные смеси. Очень, кстати, вкусно. Но это не реклама, не пропаганда. Я просто вам обозначаю. Вот у нас есть кальянчик, а это вот для него все сделано. И уголь у нас тоже от этой компании Баккара. Вот она, наша кисунья Марусита. Марусит, привет. Как у тебя дела? Чего? Ты как себя чувствуешь? Такая шерстяная жара-то. Ужас. Так, надо прибрать вот эти все шланги, потому что на днях чистил септик. Получается, весь активный ил. Ну, не весь, весь нельзя доставать. Короче, почти весь активный ил высосал. У меня есть дренажный насос. Полил им малинку. Вот эту вот малинку, малинку, малинку полил. А вот мой огородик. Маленький, правда. Ну, ничего. Клубника уже завязывается. Вот эта редисочка. Вот ряд редисочек. Редиска, кстати, я не знал, что редиска быстро растет. От восхода до созревания 20 дней. Это вот моя теплая грядка. Ряд идет земляники. Потом идет редиска. Картофеля много. И в конце немного помидоров. Ну, на помидоры надежды нет. Наверное, помрут. А вот это вот картофель. Да, будем есть вкусненький свой картофель. Сегодня купаться будем. Сейчас пока идет прочистка. Это у нас такая вот улица. Уличная мангальная зона. Столик поставили. Купил я на него непромокающий скатер. Шуруповертом привинтил. Тык-тык-тык. Все аккуратненько, культурно. Смотрите, красота какая. Да? Вот дикий виноград растет. Вот такие пироги. Так вот потихонечку. Так, друзья. Давайте пойдемте сейчас. Ой, жара. Надо охладиться и клубники пособирать. Вот наша небольшая грядочка с клубникой. Замульчировал ее, чтобы сорняки... Ну, половину только... А я сына. Красная сына. А я сына. Вот, посмотри, какая огромная. А я сына. Посмотри, какая здоровая. Это вот наша клубника. Расскажи про эту клубнику. Семпли небольшой обжой. Ну, она вкусная, нет? Расскажи, сладкая. Садкая. Да? А еще какая? Еще какая? Вот эту ты не зазрелую, если она, кажется, сорвал. Ну-ка. Еще бы денек бы повисело. Так, все, надо выключать. Я просто воды еще, ребят, добавляю. Чуть-чуть долил воды. Знаете зачем? Потому что жара 33-35 в последнюю неделю стоит. Даже 37 было, 38. Очень сильно испаряется. Прям очень сильно испаряется. А почему он без нарукавников? Поплыл? Поплыл? Пить и потутник. А почему он без нарукавников? А? А почему он без нарукавников? Ну-ка. У меня крошку. Поэтому надо взять колбаски. Вот эту мы колбасу берем. Очень хорошая. Рекомендую. В супермаркете, да, продается. Семь холмов. В обычных магазинах я ее не видел. 169 рублей. Отлично. Так. Сметанки надо взять 10%. Вот большая кружка. Да, 29. Ага, нормальная. 43 рубля. Так. Есть квас очаковский. А есть он какой-то вот такой вот. Такой мы недавно пробовали. Давайте очаковский попробуем. И решил еще вот там взять за 69 рублей. Классически. Я окрошку станом буду. Кто-то с квасом, я стану. В такую жару можно питаться либо кабачками, либо окрошками. Да, да, да. В общем-то, что мы и делаем. Санита Банита кабачками питается. Я тоже питаюсь кабачками, по ее примеру, между прочим. И окрошечка у нас обед. Это стандарт. Это вообще стандарт, ребят. Мы уже третий или четвертый раз в этой неделе готовим. Сейчас нарезаем овощи. Ты нарезаешь колбасу, картошку. Заправляем все сметаной. Кто-то станом, кто-то с квасом. Я стану. Кто-то, как я, вообще ничем не заливает. Кто-то написал в комментах, кто же так делает, отдельно ест. А у ребенка картошечка будет отварная. И мама котлеты принесла. Вопрос. Что-то хотел сказать. Надо найсер-дайсер купить, чтобы вручную не резать. Он вот так же мелко может делать. Немного отобедаем. Вот такой вот жчан получился. Мы всегда любим побольше, да, наготовить скоробей? Нас много. А? Нас много. Нас много, да. Сейчас тесть придет, теща пришла. Вот. Жена ест очень много. Но по ней не скажешь. Но по ней не скажешь. Вот Танчик. Я с Танчиком. И соль. Не, у меня соль не надо. Тут в Тане уже соль есть. Он такой соленоватый. Секреты Кавказа. А у сына котлетка, картошечка. О, дай мне эту котлетку попробовать точно. С картошечкой, да? Как обычно. Сочнейшая. С хлебом не то. О, я с хлебом буду еще раз. Не, когда-то. А, с хлебом, да. Угу. Даже я готовлю там с картошечкой, с собачком. Вот хлеб, друзья, местный. Местного производителя. Солнечногорский хлебокомбинат. Такой маленький. Да. Малышка. Малышка. Котлетки вкусные. Жирненькие. Ну, окрошка на аране намного лучше, чем на квасе. Вот я сейчас понял. Да? Ну, потому что квас сейчас вот сладкий, да. Как будто кола. Это ужас, да. Ну, один сахар. Как-то не идет окрошка. Все классно. Особенно, когда заливать. Если запивать, может, не так еще. А это прям охлаждает. Так, друзья, будем кушать. Не переключайтесь сейчас. Что это у нас? Напиток богов. Как он называется? Ice Clutter. Ice Ice Baby. И пирожок с яйцом. Новинка. Новинка. Мобиона с яичным пирожком. Яичный пирожок. Сейчас, короче, едем в фикс прайс, друзья, заскочим. Потом надо ребенку заехать в Айлдберрис Попыт забрать. Пришел. Не Попыт. Как-то по-другому. Simple Dimple, да. Ну, так пирожок. И хотим еще посмотреть эти. Полет. Да, полет на воздушных шарах. Если получится. Какой день? Суббота. Сегодня летаем. Так что поехали, ребята. Смотри, вот такая какая-то новиночка. Скраб. Ягодный, ягодный скраб для лица, малыш. Видишь, какая маленькая паночка. Это цветники, да? Да, вот такие. Потом вниз сюда. А, я думал, вот такое можно на дно бассейна вообще положить. Маша и медведь. Вот такая есть хорошая. Что-что? Вот в бассейн. Да, в бассейн или в этот. Ты поняла, куда? Ну, такие вот мне не нравятся, такие львы. Это вообще для богатеев, походу, такие львы. Ну, на входе фламинго как-то. Да, ну, 2 500 стоит фламинго. Ну, та тоже на 2 500, а та фламинго. А та тоже, сколько стоит? Та тоже 2 500, вот, которая на 1 800. 1 800-то? Ну, что, надо, нет? Угу. А цапли я тоже. Какая цапля? Сейчас, вон, да. А сколько вон-то цапля? 2 500. 2 500, да? Тогда нам подешево. А за 1 800 никак такое? За 2. За 2, да? Нет, давай тоже. Может, такую цаплю? Ну, пойдем посмотрим. Посмотри ее цаплю. А, тут и растения еще голубые всякие ели. Ну, прям зямую, ну, прикольная. Ну, что, фламинго есть или такое? Ну, подумай, ну, фламинго у нас уже есть. Ну, я и хотела сцать фламинго. Или фламинго все-таки? Смотри. Вот тебе детский домик такой нужно. Да. А сколько такой дом стоит? 110. 110 тысяч. Ну, он классный. Он из дерева. Да, прям как это. Смотри, там и цапли, ой, эти. Аисты наверху. Там, смотри, какое у них. Да, да, да. Избушка, как у бабы ешки. Да. Ну, что, пойдем. Того фламинго посмотрим все-таки. Пойдем, от того фламинго. Сейчас мы фламинго, он того посмотрим еще. Короче, ехали-ехали и случайно первый раз в жизни решили по этой дороге проехать. Секретно. Но мы тут ни разу не были. Смотрите, вот такой есть лошадь. Потом осел, медведь, кабан. Вон, олень пятнистый. Смотри, чиполина. Колобок. Кисонька-мурыстенька. Но больше всего мне вот этот нравится нищий. С вот этой. В стиле в таком прям. Я бы себе возле дома вот его поставил и вот эту бабку. Бабку вот эту. Просящих, да. Просящих, да, вот с этим. Внутри с бутылкой. Такая страшная, чтобы вообще никто даже к нашему дому не подходил. А мне понравилась фунтоваза развития под цветы. Пудель. Прикинь вот такого пуделя. Такого пуделька себе. У нас ребенок боится. Собак? Да. О, вот это крутая. Е-мое, время пол девятого, да? Взял сейчас в Макдональдсе новинку. Называется острый, как он? Биг Тести острый. Ну попробуем, что это такое. Действительно острый. Он прям, я думал, он, знаете, будет так, как крылышки KFC, чуть-чуть со стринкой. О, он прям рот палит. Я думаю, надо как-то подытожить. Видео ж не просто так начиналось. Давайте с подсчетов. Тут у меня записано. Я каждый месяц вам не буду рассчитывать. Но скажу, что вот самый холодный месяц, январь. Мы жили полностью в январе. К нам теща периодически приезжала. То есть нагрузка на электричество была колоссальная. Съемки видео там, готовка, духовка не останавливалась. Самый холодный месяц у нас вышла на отопление дома. Не на отопление, а на все вообще электричество. 9 500 рублей. Это максимальная сумма пока за год. Мы живем более года уже, год и три месяца. 9 500 рублей в январе. Самое максимум вышло. Из них вода. 1 800 рублей в январе. Нажгли. А так вода примерно от 1,5 до... Вот так, до 1 800. Это только вода. Да, сына. Сейчас, сейчас. Понимаете, да? То есть 9 500, это сюда все входит. И нагрев бойлера, вот двушку почти только бойлер сожрал. В печь. Давайте к печи. Как часто мы топили печь? Да, мы подтапливали печь. Подтапливали печь, у меня остатки дров есть. И еще я купил эти пилеты. Купил я пилетов полтонны. Нам хватило на всю зиму, потому что мы любим париться. И нравится, когда горит печь. По поводу печи. Тут два решения. Смотрите, если вы ставите печь, это у вас, так сказать, естественная приточно-вытяжная вентиляция. Будьте готовы к тому, что когда горит печь, на кухне, вот у нас на кухне, выхолаживается пол. То есть он холодный становится. Какое решение? Почему это происходит? Печь начинает тянуть воздух со всех щелей. Дом деревянный, щели все-таки есть. Со всех щелей начинает тянуть. Холодный. На улице было минус 30. Какое было принято решение? Решение простое. Я просто на кухне, на потолок установил инфракрасный обогреватель. Включаю его на самый минимум. И он нагревает предметы, конкретно пол. Это вот из этого. Вот так вот вышли из положения. Как можно по-другому выйти? Не делать печь. Но печь добавляет уюта, эстетики. Ну и просто кайф. Второе. Что мы поняли? Нужна ли нам веранда в доме? Скорее всего нет. У нас маленький тамбур. И когда открываешь, холод попадает в дом. Надо делать больше. Поэтому веранду этим летом, я скоро полечу в Башкирию, в компанию Башкирские окна, будем делать огромные окна на веранду. Дверь, все. Буду ее стеклить, утеплять пол, ставить также инфракрасный обогреватель. И примерно зимой там плюс 15 будет у меня держаться. Что бы я изменил, чего бы я добавил в доме после года жизни? На первом этаже я бы посоветовал всем сделать еще одно помещение. То есть у нас дом 6х8. Два этажа порядка где-то 85-90 квадратов выходит плюс-минус. Я бы посоветовал на первом этаже сделать либо кухню больше и диван воткнуть. А в идеале, конечно, сделать кухню чуть больше, чтобы еще диван вошел. И еще сделать комнату отдельную, типа спальня или как гостиная, комнату отдыха. Вот это самый кайф бы был. По второму этажу, в принципе, ничего бы переделывать не стал. Какие еще расходы у нас? Вода у нас скважина без лимит. А, вот 9500. Это я беру электричество. 9500 плюс мы еще платим за электричество в самом СНТ. За насос на водокачке. По поводу участка. Участок у нас маленький, 3 сотки. Очень компактный. Зимой, когда был большой снегопад, убирать легче. Такой небольшой участок. Вручную. Сейчас косить тоже легче. Потому что, представляете, участок там 10 соток. Как его косить? Если у вас большая семья, вы строите большой дом, то да. Имеет место быть сделать себе 6-10 соток. В идеале, наверное, 12. В ближайшем Подмосковье, прям в ближайшем, как у нас. Когда домкат 20 минут. Чтобы можно было на работу ездить. 6 соток сейчас вот в нашем поселке. Стоит около 2 мультов. Это голый участок. Без ничего. Заросший. Со старым каким-нибудь покосившимся домом. Вам надо расчистить этот участок. Еще выкорчить все деревья, пни, корни. Разобрать, вывести дом. Он нереально острый. За это респект Макдональдсу. Но, скорее всего, его не оставят. Так что, у меня еще какие записи тут? Как выбирать участок? Сейчас расскажу быстро. Мы зимой очень сильно заболели всей семьей. Сами знаете, что идет сейчас в мире. У нас шаговая доступность и есть поликлиника. Позвонили. Врач пришел. Все. На тот момент у нашего дома не было адреса еще. Все равно пришли. Сейчас мы получили физический адрес. Вызвали этого кадастрового инженера. Потом, как инженер, который внутри дом замерял. Да, пришел инженер, внутри дом замерял. Мы потом через МФЦ подали заявление. Зарегистрировали дом. И в следующий этап получили адрес. Теперь у нас есть адрес. Я прописал сюда Скоробейкину и ребенка. Знаете зачем? Чтобы пойти в детский сад. У нас рядом детский сад офигенный. Там бассейн, логопеды всякие. Английский язык. Все, что хотите. Нечасно, государственно. Здесь 100 в месяц надо платить. В принципе, и я сюда могу прописаться. Но у меня цель другая. Скопить денег. В Подмосковье купить квартиру. И уже в ней прописаться. Или в Москве. Было бы круто, конечно, в Москве хату. По поводу писали, что мы замерзнем в этом доме. Ой, да это вы и тепловые насосы фигня. Нет, друзья, минус 33 было в Подмосковье. Они по паспорту минус 25 не крякнули. Тянули тепло. Да, КПД у них падает. Но тянули исправно. Не замерзли. На втором этаже босиком ходи. На первом этаже, да, из-за того, что печь. И плюс еще вытяжка у нас есть. Над печкой. В плане над варочной панелью. Пол немножко прохладный. Неуютно босиком. На втором этаже спокойно. У нас зимой 23, 24, 25, не напрягаясь. Можно и 32 сделать. Максимум 32 можно нагнать с нашими тепловыми насосами. Сейчас кайфуем на своем участке. Купаемся. Загораем. Отдыхаем. Ребенок писает на травку. В общем, друзья. Вот такой вот небольшой обзор после года жизни. В принципе, ничего не поменялось. Это настрой. Если вам нравится жить за городом, вам понравится. Если нет, то, скорее всего, и нет. Мы уезжать в Москву не собираемся. Нам здесь очень нравится. Так что я всем желаю, кто хочет переехать за город поскорее, чтобы ваша мечта осуществилась. С вами был Сан Саныч Богомолов. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. Всем пока-пока. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok